что я тут делаю нафига вызвался сюда тут даже сеть не ловит произнес невысокий желестый парень свете под ноги фонариком а тебе не без разницы что охранять ответил ему второй сюда точно никто не явится оплата в два раза больше двое охранников медленно брели по дорожке вдоль высокого кирпичного забора погодка сегодня отличная несмотря на позднюю осень сюда бы девчонок шашлычок такой дом впустую простаивает и как среди леса разрешили построить такой шикарный особняк сделав глубокий вдох и наполнив легкие ночным пропитанным влагой и запахом хвоя воздухом проговорил 1 были в деньги а подмазать кого надо недолго ответил 2 и остановился всматривает сторону дома ты чего ведь выключи фонарик что-то увидел шепотом спросил артем в окне на первом этаже самое крайнее слева кажется там кто-то шевелил шторой вот опять видел ничего не вижу давай ближе подойдем парни медленно направились к двухэтажному дому может тебе показалось кто в такую глухомань сунется да еще ночью спросил артем не знаю но проверить нужно подкрадываясь к окну ребята продумали кучу вариантов того как они будут скручивать пробравшегося наглеца ну что видишь что-нибудь прошептал напарник виктору ничего теме непроглядное может фонариком посветить а вдруг спугнем произнес витя и сделав наподобие туннель из ладони и припал лицом к нему чтобы лучше всмотреться в тьму комнаты скрывающейся за тонкой оргазмой может войти не унимался артем нельзя в контракте отдельным пунктом обозначался запрет на вход в главное здание ты чего не читал что ли что подписываешь резкий удар по другую сторону стекла заставил виктора прервать речь и отскочить от окна громко выкрикнуть а что что там артем тут же бросился к окну тьфу ты произнес он проведя взглядом подергающийся тюля ты что мышей летучих боишься улыбаясь спросил он просто она так неожиданно в окно ударилась да шлепок был смачный и как не ухайдохалась насмерть от него блин жалко запуталась сама наверное не выберется да хрен с ней пошли нужно обход закончить скоро проверку сигналки делать отходя от окна артем бросил еще один взгляд чтобы посмотреть получилось ли у летучая мышь отцепиться от ткани но вместо того увидел как ткань будто кто-то подцепил сминая в огромной руке вместе с зацепившийся за нее зверушкой ведь а в доме точно никого нет замерев на месте спросил он наблюдая как тюль снова расправляется под своим весом мышь уже не дергала ткань ее там не было лишь черное пятно расползлось из стекло вниз медленными и тонкими струйками точно а что ответил напарник отдаляясь все дальше кто-то убил мышь ну или сожрал виктор обернулся но может там живет код пошли скоро с поста звонить будут на часах было давно за полночь в домике для охраны царил полумрак виктор дремал на небольшом диванчике в комнате отдыха артем смотрел в монитор где в изображении одной из камер виднелась часть окна в которой они заглядывали переминая пальцами фантик от конфеты которые артем давно съел он все думал о том что в доме и правда могли быть животные и теперь она голодает ведь его смена длится уже почти неделю но за это время никто не приезжал и не входил в дом нет я так не могу вдруг там правда осталась кошка жалко ж с голоду сдохнет громко произнес он и поднялся с кресла сегодня точно не сдохнет перекусила так что угомонись нет я пойду за ней в дом заходить не буду открою дверь и просто позову выйдет заберу сюда решительно ответил артем и направился к холодильнику чтобы взять оттуда сосиску выйдя на улицу сделал глубокий вдох тучки до этого прикрывающие почти полную луну унес ветер и теперь света ночного светила вполне хватало чтобы осветить весь двор немного поежившись от ночной свежести парень зашагал ко входу в дом кис-кис-кис-кис уже в десятый раз звал артем животное стоя у порога и рассматривая широкий и мрачный холл в котором стояли лишь напольные часы с курантами но и у тех давно закончился ход кис-кис-кис ну же иди сюда скотина лохматая я принес тебе вкусняшку в одной из комнат раздалось шуршание вот молодец иди сюда кис-кис снова позвал парень и сделал шаг вперед из ближайшего дверного проема послышалось еле тихое урчание ты чего-то морзишься совсем одичал может это как их там чихуёшка спросил парень и тихо посвистел подзывая живность в ответ раздался цок от когтей по плитке и артем сделал еще шаг вперед чтобы потом присесть на корточки еще раз позвать неведомую и забытую всеми зверушку и лишь спустя несколько секунд он понял что там явно не маленькое создание цок от когтей был размеренным словно шло нечто крупное они семенила как это делают небольшие собачки лишь на мгновение артем отвел взгляд от места где должен был появиться позабытый хозяином питомец желая подняться как из проема выскочила нечто высокое она на долю секунды замерла совсем рядом с парнем чтобы через мгновение схватить его за голову огромной лапой и тут же приложить ею об стену от сильного удара в глазах артема потемнело а нечто сжало голову так что череп просто не выдержал тело шумом рухнула на пол долговязая тварь с длинными жилистыми конечностями направилась к выходу утробно что-то проурчав дойдя до места где лунный свет очертил четкую линию тварь остановилась не покидая тени холла она шумом втянула ночной воздух а после громко фыркнув посмотрела в подсвеченное компьютерным мониторами окно домика для охраны и резким ударом лапы по распахнутой внутрь дома двери захлопнула ее виктор проснулся резко словно от толчка пытаясь проморгаться с просунок он сил расправляя затекшие от неудобные позы тела и ругая себя что угораздило его уснуть на этом диване тут же зазвонил рабочий телефон а виктор машинально глянул на время семь тридцать пять сто пудов с поста звонят подумал он и выкрикнул в коридорчик тём ты контроль сигналки прозевал артем ты чё уснул там тяжело поднявшись виктор направился в пультовую неужели с утра толчок припёр недовольно произнес он и подхватил не унимающийся телефон алло серпов на связи у нас все виктор запнулся на полусловие увидев в мониторе ключи торчащие в замке входной двери дома твою ж мать артём просил же не лезть дом серпов где вы шляетесь три часа не можем дозвониться до вас на пульс пришло сообщение об открытии двери да я знаю это напарник вошел там забыли зверюшку он хотел забрать ее почему снова не поставили на сигнализацию уже на спецконтракте вам вроде не позволено входить дом без существенной на то причины я передам напарнику он сегодня приедет в контору в трубку недовольно цикнули и скинули вызов и где ты шляешься дорогой напарник произнес в никуда виктор и зажал кнопку рации артём закрывай дом и иди сюда прошло около минуты но ответа не поступило артём что там у тебя ты меня слышишь артём вновь проговорил виктор но рация в руке продолжала молчать тогда он направился на выход но дойдя до двери дома остановился уж очень не хотелось ему потом писать кучу пояснительных нарушениях в том числе и его ведь ему сейчас тоже придется войти а еще откуда-то взялось мерзкое ощущение того что напарник не просто так молчит и это не давало ему покоя артём ты в доме спросил он еще раз в рацию и отчетливо услышал свой голос по ту сторону двери не долго думая виктор надавил на ручку и открыл дверь впуская в дом утренние лучи летнего солнца в глаза сразу бросились кровавые разводы по светлому кафелю пола позже взгляд перепрыгнул на стену где обои также были окрашены буром какова тихо произнес охранник и тут же выкрикнув пустоту артём в его голове закружился хоровод мыслей которые пытались объяснить причину увиденного и ответить на вопрос что же тут произошло он думал о том что зверушка тут сбрендила в одиночестве и напала на напарника а тот размозжил ее об стену и о том что в доме кто-то был не зверей и тут была драка а при мысли что тут обитает огромный голодный зверь виктор потянулся к кобуре артем ты тут снова спросил он в рацию и так ему снова ответила его голосом совсем рядом за первым поворотом в гостиной она валялась на полу в темные лужи вместе с частью кисти артема блин выдавил виктор и сдерживая рвотный позыв отвернулся теперь все возникающие в голове мысли несли с собой частицы паники которые собирались волну чтобы обрушиться на виктора словно цунами сделав несколько глубоких вдохов и уговаривая себя сделать хоть еще шаг вперед по кровавому следу он громко выкрикнул артем если жив дай хоть какой-то знак но дом ответил тишиной не решаясь эти дальше виктор резко развернулся и быстрым шагом направился к выходу но дойдя до двери он услышал странный звук будто кто-то не громко стучит чем-то железным по кирпичу жив пронеслась первая мысль в голове и виктор будто ожидая этого быстро направился назад стараясь не смотреть на подсохшие брызги крови и разводы он шел на утихающий звук и молился чтобы тот не затих окончательно еще несколько шагов по гостиной и парень замирает на месте кровавый след тянувшийся через всю комнату неожиданно прервался оставив напоследок лужицу из-под сухшей крови но взгляд виктора сейчас был прикован не к ней а краю камина на котором были приделаны ключики для каминного инвентаря а именно к висящей кочерге что последний раз ударилась о кирпич и сдав уже еле слышный стук и перестала мотаться какого черта тут творится задал вопрос сам себе виктор быстро осмотрев эту часть комнаты и напоследок поднял глаза вверх желудок все же не выдержал от увиденного парень буквально выскочил на улицу захлопнув дверь внутри все дергалось от приступов тошноты а разум лихорадила кое-как уняв приступы он бросился к посту дрожащими руками он набрал номер постового дежурный слушаю митты да это снова виктор с лесного поста мит срочно вызывай наряд и скорую тут какая-то тварь артема вып виктор запнулся очередной спазм рвут и подкатил горло серпов что там я не понял всех прошептал охранник делая глубокий вдох артема зверь задрал прямо в доме принял ожидай виктору казалось что прошла целая вечность пока приехал наряд полиции представитель охранной службы и несколько ребят с ружьями со снотворным и сетями кто на него напал спросил один из парней с ружьем кто-то огромный я не знаю хозяин медведя что ли держит задал вопрос полицейские прибывшему старшему сотруднику из охранной компании без понятия в контракте не указано но есть пометка что в дом вход воспрещен ответил тот и сурово посмотрел на виктора вы видели зверя спросил все тот же парень с оружием нет произнес стихо виктор откуда знаете что зверь огромный обыденным тоном задал он вновь вопрос увиденное в комнате тут же всплыла в памяти отчего виктору снова поплохело вызвав раздражение но не енот же затянул обглотанное тело на огромную люстру под 4 метровым потолком развесив кишки парня к гирлянду резко ответил охранник все вокруг резко замолчали повернув голову к виктору первым нарушил тишину все тот же раздражающий парень вы что-то преувеличиваете пойдемте покажите где там ваш енот пообедал я не пойду почему поинтересовался подошедший молодой полицейский не могу это видеть хорошо ответил второй из наряда полиции алексей останься с ним а вы все пойдемте ключи дай к виктору подошел старший протянув руку они в двери торчат я их не трогал спустя полчаса сидя в домике охраны виктор не отводя взгляда смотрел в монитор тот где боковая камера захватывала часть окна комнаты где был убит его напарник алексей сидел недалеко на стуле так что произошло зачем он туда пошел если у вас был запрет да откуда я знаю что там произошло там вчера кто-то летучего мышь съел артем подумал что это забытая хозяевами животина я ему говорил не соваться туда устало произнес виктор и потер глаза он не слушал а я ему не мамка и не начальник в это время камера уловила движение в окне отчетливо было видно как что разодергались и в этот же момент послышали звуки выстрела алексей тут же подскочил с места взгляд виктора заметался от одного монитора к другому рассматривая картинки с камер он сматривался в каждую что выходила на дом пытаясь увидеть на них хоть что-то сиди тут выкрикнул полицейский и выбежал менее чем через минуту виктор увидел как алексей влетел в дом да куда ж ты отчаянно выкрикнул виктор хоть бы в окно сначала заглянул обстановку разведал на секунду стрельба утихла чтобы грянуть через мгновение снова виктор видел как входная дверь распахнулась и в проеме показалась спина алексея на одном его плече висел окровавленный человека другой рукой он сжимал пистолет стреляя вглубь холла виктору казалось что алексей кому-то что-то кричал но в дом охраны звуки крика практически не проникали владимир бросился на помощь в момент когда он вывернул из-за угла ко второму дому алексей уже сбросил свою бессознательную ношу и снова направился в дом выстрелов больше не было выхватив из кобуры свою пневматику виктор с какой-то печалью глянул на нее понимая что она практически бесполезно там где боевое оружие не спасло поднявшись по ступеням на кольцо дома он посмотрел на тру спасенного и он опознать не смог все тело было изрезано и залита кровью которая сейчас разливалась лужей по плитке изнутри дома послышали стоны и мат алексея виктор стоял перед входом но не мог войти его снова что-то не пускало внутрь этого дома тело знобило а ноги казалось вросли лихорадка мысли неожиданно начала сменяться пустотой будто кто-то замораживал и до тех пор пока виктор не начал бездомно смотреть через распахнутую дверь в темный хол дома себя его не смог привести не вид алексея что выскочил из комнаты отмахиваясь от кого-то бесполезным ружьем не крики того точнее виктор слышал как полицейский что-то кричал ему просил о чем-то но смысла он не понимал для него сейчас все происходило словно на картинках старого диафильма вот алексей замахивается потом отскакивает поворачивается к нему кричит что-то огромное выскакивает на него парень заваливается огромная тварь резко разворачивается задевая стоящие недалеко большие напульные часы с курантами от резкого грохота виктор дергается и на вождение спадает теперь он слышит как рычит зверь как ломаются кости алексея под рукообразными лапами зверя неожиданно голова парня откидывается больше он не кричит и не хрипит тварь одним ударом практически снесла ему голову и в этот момент виктор увидел широко раскрытые глаза алексея еще живые глаза полное непонимание все его тело словно объела огнем осознание того что это все правда происходит пыталась проникнуть в голову виктора но он не желал это принимать просто не мог этого тут тварь буквально вывернувшая парня наизнанку и что-то выжравшие из внутренностей повернулась в сторону виктора отчего тот снова впал в ступор но только сейчас он смог хорошо рассмотреть этого монстра именно монстра в голове мелькали всякие чудовища которые он видел фильмах и играх но эта тварь не походила ни на кого отдаленно похожая на волкалака она имела слишком тощие и длинные конечности практически лысое создание было сильно сгорблено но при этом было не меньше двух метров вытянутая остроносая морда была усеяна уродливыми зубами торчащими во все стороны так что непонятно было какими вообще можно есть на худощавом теле виднелись кости зверя словно их обтянули кожей и множественные следы ран огнестрел и разрезанные а по полу шаркал длиннющий хвост с редкими но длинными волосами словно крысиный хвост пытался стать конским но получалось пляшивое нечто тварь причем окнула слезав с мордой кровь длинным языком а виктор перевел взгляд на нее глаза он сам не знал зачем это сделал возможно хотел понять разумно ли это существо но увидел в глазах лишь голод тварь сделала шаг навстречу виктор хотел убежать но ноги подвели поскользнувшись на растекшиеся лужи крови он навзничь упал сильно приложившийся кафель зверь еще подался вперед виктор попытался отползти задом он внимательно смотрел на чудовище и заметил как у того взгляд мечется от него к телу лежащему на крыльце монстр словно спрашивал виктора и подтолкнет ли он трупик тому поближе неожиданно охраннику пришла идея вытащить монстра под камеру виктор отполз подальше и кивнул в сторону тела как бы говоря тебе нужно бери медленно словно кошка на охоте тварь направилась к выходу и быстрым движением лапы схватила тело за ногу и затянула жертву в дом это заняло лишь мгновение но виктор мог поклясться что слышал как зашипела тварь когда ее лапы коснулись солнечные лучи не слышать чавкающих звуков за захлопнувшейся дверью это как хрустят кости охранник медленно поднялся на негнущихся ногах направился в дом охраны сейчас в его голове был полный сумбура в душе раздрай чувства и эмоций он долго сидел на полу коморке его трясло казалось что он сошел с ума ведь так не бывает все произошедшее не укладывалось в голове несколько раз он хватал телефон чтобы снова вызвать людей на сбрасывал он не знал что им сказать не знал кого звать да и что потом с ним будет он не сможет жить с этим не с осознанием того что такие твари есть и тем более с тем что погибло несколько людей у него на глазах он ничего не смог сделать да он даже не пытался он трус от этого ему стало еще хуже как за окном наступила ночь виктор не заметил просто в какой-то момент диалога с собой он решился на действие не знаю что еще делать он набрал номер дежурного участка полиции своего дома дежурная часть добрый вечер меня зовут виктор начал он потухшим голосом я хочу чтобы вы записали убитых дежурный на другом конце телефона ожил начал сыпать вопросами прошу не перебивайте у меня огромная просьба прежде чем зайти в дом посмотрите камеры особенно с входной дверью дом можно сказать заминирован всего до этого момента уже погибли шестеро их данные можно уточнить через чоп виктор методично рассказывал о том кто был с чем и откуда про монстра он специально не говорил далее он назвал адрес а знаете запишите номер диспетчера я сейчас включу трансляцию ему и он будет вас держать в курсе событий добавил он и сбросил вызов чтобы набрать свою контору включив видеосвязь он оставил телефон в домике чтобы диспетчер видел изображение с камеры найдя нож побольше он вышел на улицу зашел в сарай прихватил цепь и амбарный замок ночная свежесть немного прояснила ум виктор шел тяжелым но уверенным шагом он для себя все решил жить с этим он точно не сможет а если так то он готов попытаться хоть как-то ослабить эту тварь к тому же она изрешечена пулями возможно это время то уже полуживой валялась в доме тогда ему останется только добить подойдя к ступеням он ненадолго замер глубоко вздохнул яркая луна освещала все практически как днем виктор окинул дом взглядом повернулся в сторону камеры чтобы убедиться что огонек на ней светится и что она точно снимает то что он задумал проверив на прочность кованые перила он начал пристегивать цепь к ним а после поднялся на крыльцо и быстрым движением раскрыл дверь отскочив вновь перилом всего лишь удержать тварь под камерой хотя бы полминуты думал виктор пристегивая себя и готовя еще петлю из цепи который хотел заорканить монстра размышление прервал цок от когтя и пол доносящийся из дома охранник видел как зверь остановился в аккурат перед линии лунного света а ты живучая и умная мразь но тебе придется выйти если хочешь достать меня произнес виктор и показал что он пристегнут зверь глухо зарычал ой да ладно тебе для тебя это плевое дело перекусить меня пополам и утащить к себе а вот я уже не смогу ключ потерял проговорил охранник и демонстративно выкинул ключ вот и все назад пути нет ведь я с мамой не попрощался может это и к лучшему тварь зарычала громче и начала движение в один прыжок она оказалась рядом с виктором тут же нанося удар когтистой лапой боль прошла тела мужчины но нож также достиг цели вспоров брюхо зверя где-то вдали послышали звуки сирены монстр словно не чувствуя боли снова ринулся в атаку чудом виктор уклонился от огромной пасти которая легко могла бы откусить голову дотянуться до ножа чтобы вытянуть его и зверя было невозможно особенно из-за того что тот лихо орудовал когтями спуская лоскуты кожи и мясо тогда виктор решил что если не сейчас то уже никогда закричав так как только он мог выпуская с криком всю боль обиду и последние силы он бросился на монстра тварь немного опешила от этого но тут же бросилась навстречу виктору удалось накинуть цепь на удержать ее он уже не мог как и просто стоять на ногах не обратив внимание нации появившийся на шее тварь рвала на куски тела виктора вспоров живот она пробила ему грудь огромные когти работали словно ножи мясника через минуту от тела практически ничего не осталось зверь подхватил останки и собрался уходить но цепь не позволила это сделать в этот момент ворота пришелся сильный удар и здоровенный джип влетел на территорию несколько людей за считанные секунды выпрыгнули из него и устремились к твари которая вновь попыталась скрыться в доме оружие подоспевших запела ладным хором выплевывая смертоносные пули тварь задергалась сильнее пока цепь не лопнула за мгновение до того как зверь успел скрыться в доме его голову достигла пуля снайпера монстр выдал короткий скулеж запнулся но не упала продолжил двигаться вперед уходя с лунного света прожектор на дверь выкрикнул кто-то и яркий свет озарил стену крыльцо и коридор дома где он он не мог уйти я видел как ему череп разнесло заходим распалялся невысокий мужчина собирая штурмовать дом как из темноты здания раздался жуткий вой и рычание монстра минуты длились быстрее обычного молодой диспетчер чопа вместе с ним и старший смены и представитель закона наблюдали на экране телефона картинку с камеры они видели как приехавшие ребята отработали по непонятному зверю и видели как те последовали за ним в дом вспышки стреляющего оружия камера тоже передала а потом наступила затишье несколько долгих минут все всматривались в экран и ждали когда же оттуда выйдут люди но их все не было и не было старшие отошли от диспетчера решая как быть а митя продолжал смотреть телефон он до последнего надеялся что сейчас ребята выйдут и когда камера уловила движение он даже обрадовался но тут же его пробил ледяной пот в дверном проеме показалась морда той самой твари она посмотрела прямо в камеру словно знала что именно оттуда за ней наблюдают и захлопнула дверь дома ну что ж дорогие друзья вот так вот вроде бы устраиваешься охранником платят хорошие деньги а оказывается ты охраняешь дом да еще и с каким-то монстр которого извините за выражение хрен победишь ну что ж надеюсь вам история понравилась и вы влепите большой царский лайк а если прям совсем не лень можете написать даже комментарий услышимся в следующей интересной истории